Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь команд и 63 спортсмена от 63-го региона. С железнодорожного вокзала Самары отправился поезд в Москву на финал гимнастрады. Авантюрист, спортсмен и победитель по жизни автомеханик из Самары рушит стереотипы и берет золото на чемпионатах мира. В Самару с рабочим визитом прибыл Николай Патрушев. Секретарь Совета безопасности России провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Как сообщили в региональном правительстве, особое внимание было уделено улучшению экологической ситуации и реализации соответствующего национального проекта в регионах округа. Перед началом заседания во время личной встречи Николай Патрушев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму на территории региона, а также обеспечения законности и правопорядка. За сутки в Самарской области зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. И хотя в Самарской области ситуация не самая критичная по стране, губернатор на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса поручил Министерству здравоохранения провести ревизию медучреждений и проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона. О чем еще говорили на оперштабе, расскажем в сюжете. В регионе наблюдается снижение роста заболеваемости коронавирусом. Об этом говорили на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 с участием губернатора Дмитрия Азарова. За неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости вне больничной пневмонии на 69,5%. Для выработки коллективного иммунитета в области продолжается вакцинация населения. Привиться можно в 65 учреждениях. Работают 24 мобильных пункта вакцинации. Сделать прививку можно на дому и в стационарных учреждениях соцобслуживания. На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли более 440 тысяч человек. Закончили вакцинацию свыше 360 тысяч. В то же время в ряде регионов России ситуация с коронавирусом складывается не самая благоприятная. Губернатор поручил Министерству здравоохранения провести ревизию медучреждений, проработать план развертывания коечного фонда по всем больницам региона. Учитывая усугубление биологической ситуации по стране, в других регионах, по вашему поручению начата ревизия всех более 7 тысяч коек, которые работали в системе оказания помощи, оценка их готовности и, соответственно, дорожная карта по их возвращению в режим ковидного госпиталя при необходимости. Мы должны готовиться к худшему развитию сценария. Значит, план развертывания и перевода, чтобы это были наименьшие потери для предоставления медицинских услуг, в первую очередь, естественно, хроническими заболеваниями людьми. Да, это и сердечно-сосудистая, и онкология. Губернатор поставил задачу создать в каждом лечебном учреждении комиссию по проверке готовности медоборудования, запасов кислорода и лекарственных препаратов, провести тестирование ИВЛ, всей диагностической аппаратуры. Чтобы мы с вами не работали в режиме авральном, как сегодня некоторые субъекты вынуждены работать, у нас должны быть значительные, повторюсь, значительные запасы по лекарственным препаратам, естественно, по средствам индивидуальной защиты и так далее, и так далее. На оперштабе обсудили возможность проведения международной акции «Свеча памяти» и «Всероссийских», «Огненные картины войны» и «Аист на крыше». Они пройдут при небольшом числе участников и с соблюдением социальной дистанции. Что касается проведения Дня молодежи, то с учетом риска ухудшения ситуации было рекомендовано рассмотреть более безопасные варианты организации праздника. Виктория Шарая, события. Тем временем самарские работодатели продолжают прививать сотрудников от коронавируса. Только на Самарской ГРЭС, благодаря организованному нам предприятии прививочному кабинету, на рабочем месте вакцинировалось порядка ста человек. Для чего нужно делать прививку и почему процедуру удобнее провести на службе, расскажет Ольга Хомракулова. Каждый энергетик – это сотрудник отрасли жизнеобеспечения. И здесь профессия обязывает как никогда беречь здоровье от коронавируса. В регионе продолжается прививочная кампания. Получить вакцину от коронавируса можно и на рабочем месте. На Самарской ГРЭС, например, прививочный кабинет организован в местном здравпункте. Помимо основных мер нераспространения коронавируса, проведения дезинфекции, обеспечения масками и прочих мер, которые позволяют остановить распространение, мы сейчас делаем акцент на защите наших сотрудников. Прививки делают медики из выездной бригады. Вакцинация ответили очень живо на эту идею, потому что мы выезжаем, предварительно прочитав лекцию. После этого выезжает уже позднее бригада. Бригада в составе врача, медсестры и регистратора. Выезжает на предприятие и непосредственно уже с работниками предприятия на территории именно этого предприятия, создав тем самым удобством, организуем прививочную кампанию. Вакцинация бесплатна и добровольна. Получить прививку на рабочем месте может каждый сотрудник предприятия. Урод моей деятельности подразумевает под собой общение с большим количеством людей. И в связи с этим, конечно, есть риск заболеть этой болезнью. Ну и, конечно, думала прежде всего о своей семье, чтобы не заразить своих близких. Сегодня на предприятии первым компонентом вакцины привились 100 человек. Второй этап прививки им предстоит пройти через 21 день. Всего же на Самарской ГРЭС привиты уже почти 40% сотрудников. Ольга Хомракулова, События. Более 9 миллионов услуг всего лишь за одно десятилетие. Свой юбилей отмечает крупнейшее муниципальное учреждение города «Многофункциональный центр Самары». А его лучшим сотрудникам вручают заслуженные награды. К сегодняшним поздравлениям присоединилась и глава города Елена Лапушкина. Подробности в репортаже мэрии Елчан. Вот уже 10 лет многофункциональный центр Самары идет в ногу со временем. Если в начале своего пути организация оказывала чуть более 50 услуг, сейчас граждане могут получить в 6 раз больше. Особо у нас пользуются популярностью недвижимость, потом паспорта, прописки, социальные услуги, предпринимательство. Большой упор на предпринимательство сделать, для того чтобы была инвестиционная привлекательность региона. С каждым отделением у нас есть привилегированные окна, где принимают именно по условию предпринимательства. Сегодня МФЦ – одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом более 400 человек. За 10 лет существования центра оказалось выше 9 миллионов услуг. Постоянно совершенствуется программное обеспечение. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30 органами государственной власти и местного самоуправления. С юбилеем сотрудников многофункционального центра поздравила глава города Елена Лапушкина. Вы – те люди, которые оказываете им помощь. Именно ведь от человека с энтричностью говорит наш губернатор, говорит наш президент. И вы – те люди, которые, в общем-то, воплощаете это в жизнь. Я сегодня очень рада вас всех поздравить с этим юным юбилеем, но, тем не менее, таким значимым. С учетом увеличения количества услуг и задач, которые ставятся перед МФЦ будущего, требуется применение нового подхода к подготовке специалистов. Регулярно организовываются обучающие семинары как для стажеров, так и для опытных сотрудников. Лучших сегодня наградили почетными грамотами власти области и города. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. Комфорт в каждой из Самарских двор и на каждую улицу. В столице региона продолжается благоустройство дворов по федеральной программе «Комфортная городская среда». Сегодня приводили в порядок четыре двора в железнодорожном районе. Подрядчики работали во дворе на Революционной. Как преобразиться территория в ближайшем будущем, узнал Михаил Ермоленко. Вместо лужайки здесь раньше были заросли, протопанные людьми тропинки и старые постройки, вспоминает Эльмира Калямова. В доме номер 159 по улице Революционной она поживает больше 12 лет и не раз вместе с соседями обсуждала идеи улучшения двора. Детская площадка здесь была, но в одинокой стоящей горке, качелях и лестнице жители не видели смысла. А немногочисленные лавочки были заняты соседями из других дворов, которые являлись сюда не гулять с детьми, а праздно проводить время. Эльмира и группа инициативных жителей решили изменить ситуацию и подали заявку на благоустройство дворовой территории по федеральной программе «Комфортная городская среда». Всех старших по домам пригласила управляющими к району. Объяснила, что администрация, что президент создал вот эту федеральную программу, в которой должны принимать участие именно жители. Именно благодаря их инициативе будет сделан двор. Спросили пожелания, кому что надо на детской площадке, какие спортивные сооружения желательно, чтобы были на спортивной площадке. Совсем скоро на территории двора появится новая детская площадка с горками, качелями и песочницей, а также спортивная площадка с тренажерами, турниками, брусьями и специальным антитравматическим покрытием. Появятся и другие объекты инфраструктуры. Новые лавочки, урны и новое дворовое освещение обустроят парковочные карманы и обновят внутриквартальные проезды. Подготовка полностью сделана. Осталось только осваивать бетонные работы. Дальше уже будет установка мафов и прорезиновые подкрытия. Мы сейчас немножко приостановились с того, что делаются дороги. То есть мы должны примкнуть и к ним. Параллельно с благоустройством двора на Революционной подрядчики работают и на других адресах в железнодорожном районе. В этом году у нас три дворовых территории. Плюс это соседний двор Революционная 163, аэродромная 8, 10, 12. Там у нас спортивная площадка, ремонт и также установка детских площадок. Отдельно тренажерами, отдельно с детской площадкой. И двор Гагарина 7, А9, а там устройство детской площадки. Двор в прошлом году. Мы там уже отремонтировали асфальт, устройство парковок и сделали освещение. Подсказывали, как лучше сделать, потому что домов, видите, здесь несколько. И, как всегда, в таких случаях и сталкиваются и разные интересы. Есть люди пожилого поколения, есть дети. Ну вот, помогали жителям найти какой-то компромисс. Он был найден, и программа успешно стартовала. Дворы в железнодорожном районе Самары благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды и губернаторского проекта «Содействие». Обновленные пространства должны появиться у жителей Попензенской 45, Тухачевского 22 и Владимирской 48. Также по программе «Твой конструктор двора» на восьми объектах благоустройства появятся новые малые архитектурные формы, а внутриквартальные проезды будут обновлены в 11 дворах железнодорожного района. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. Метод пряника. Самарский филиал «Энергосбыт плюс» запускает традиционную акцию «Лучшие УК и ТСЖ». Ее проводят, чтобы поощрить тех, кто ответственно выполняет свои обязательства и перед жителями, и перед энергетиками. В этом году для участников подготовили еще и небольшие сладкие презенты приглашений. Андрей Горгуленко расскажет подробнее. Эти аппетитные имбирные пряники украшают рисунками дети сотрудников предприятия «Энергосбыт плюс». Готовят угощения они не для себя, а для управляющих компаний, которые станут участниками акции «Лучшие УК и ТСЖ» и получат в качестве приглашения сладкий бонус. Так как это наши лучшие клиенты, мы решили подойти с душой. Я думаю, нашим участникам будет приятно получить такой символический подарок, который сделали со всей душой, своими руками дети наших сотрудников. Чтобы побороться за победу в акции, управляющие компании «ТСЖ» не должны иметь долгов перед «Т-плюс» и вести качественную подготовку к отопительному сезону. В каждом здании под их обслуживанием должны быть установлены общедомовые счетчики теплоресурсов, а в 90% квартир иметь индивидуальные приборы учета горячей воды. Сейчас лето, и это активная пора подготовки к отопительному периоду. Я всех призываю участвовать в наших акциях и активно влиять на работу своих управляющих компаний в этом аспекте. Главный подарок победителям акции – сертификаты на приобретение строительных материалов и техники для обслуживания дома. Итоги конкурса подведут в конце года. Андрей Григуленко, Николай Пифанов. События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Экономисты прогнозируют снижение цен на новостройки в следующем году. С чем это связано? С тем, что льготная ипотека бралась не только обычными гражданами, желающими улучшить жилищные условия, но и инвесторами. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 17 июня – 72 рубля 3 копейки. Евро – 87 рублей 35 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 74 доллара 10 центов за баррель. Специалисты в сфере недвижимости сделали прогноз о резком удешевлении в стране новостроек. По мнению экспертов, речь идет о снижении стоимости таких квартир до 15%. Льготная ипотека бралась не только россиянами, желавшими улучшить условия своего проживания, но также и инвесторами. Порядка 20% квартир приобретались для последующих перепродаж. Когда дома завершат возводить, может замедлиться рост стоимости жилья. Цены снизятся уже в следующем году. Экономисты считают, что это произойдет ближе к марту. Продавцы начнут делать сезонные скидки для того, чтобы дополнительно стимулировать спрос. И особенно это коснется крупных городов. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с 2018 года. Минэнерго России, комментируя ситуацию, заявила, что объем предложения дизельного топлива на внутреннем российском рынке в два раза превышает объем потребления. При этом на рынок влияют внешние факторы. В частности, рост цен на нефть. Но на розничных ценах на дизтопливо это не отразится. С начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже выросли на 5%, до 52,5 тысяч рублей за тонну. Это является максимум за всю историю торгов. Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления, сообщила Минэнерго. Госдума приняла закон, разрешающий россиянам отказаться от дополнительных услуг при получении потребительского кредита. Банкам теперь запрещено включать в договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг неснижаемого остатка. Также заемщик может отказаться от доп. услуг в течение 14 дней. Даже если ранее согласился на них, он будет вправе требовать возврата денег за вычетом стоимости части услуги, фактически оказанной до подачи заявлений об отказе. Также уточняется порядок расчета полной стоимости потреб кредита и ипотеки. Предельный размер неустойки за неисполнение заемщикам обязательств по возврату кредита не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности. Также банки больше не смогут навязать единовременную плату страховых взносов на весь срок кредитования. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Каждый год в третье воскресенье июня страна отмечает День медицинского работника. В канун праздника лучших врачей, медиков, работающих на передовой, поздравили депутаты Самарской губернской думы и выразили слова благодарности. Мария Левина расскажет подробности. Татьяна Гузенко в медицине уже 40 лет. Стать врачом мечтала с детства. Рассказывает, как еще девчонка и бегла по двору, и делала мальчишкам прививки. Понарошку, используя вместо шприца гвозди. В осознанном возрасте выбрала самое сложное направление в медицине – онкологию. О своем решении ни разу не пожалела. Медицина – это такая наука, это такое искусство, которое не стоит на месте, которое постоянно развивается. И самое интересное, что ты вместе с ней идешь вперед, вместе с ней постоянно учишься. И приятно, когда ты… и через 40 лет есть желание что-то осваивать, отдавать это людям. В канун Дня медицинского работника Татьяну и еще 50 врачей с праздником поздравили депутаты Губернанской Думы. Общественники поблагодарили медиков за нелегкий труд во время пандемии. Депутатским корпусом в очередной раз мы высказываем слова благодарности людям, стоящим на передовой в этой схватке. И мы, как могли, пытались тоже подставить им плечо. В разгар пандемии депутаты областного парламента записались в волонтеры. Они доставляли больным продукты и лекарства, а также подвозили врачей. Мария Левина, Константин Головин. События. Самарская сборная по художественной гимнастике отправилась в Москву на Всероссийский фестиваль «Гимнастрада». Семь команд нашего региона поборются за призы в трех номинациях. Участниками фестиваля стали коллективы из 46 субъектов Российской Федерации. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Мастер спорта по аэробике Тамила Слободенек занимается гимнастикой уже 10 лет. Работает тренером в детско-юношеском клубе аэробики Самары. Этот коллектив вошел в сборную региона, которая представит Самарскую область на суперфинале фестиваля «Гимнастрада». Ребята едут больше за положительными эмоциями, признается Тамила. Это первое их участие в событии такого масштаба. Настрой у нас очень интересный. Мы хотим посмотреть на других участников, встретиться с знаменитостями, насладиться прекрасной поездкой. Семь команд из Самарской области будут бороться за главные призы соревнований в трех номинациях – общая гимнастика, танцевальные и гимнастические виды спорта. В фестивале участвует 151 команда из 46 субъектов Российской Федерации. Надеемся, конечно, выступить отлично, конкурентно способными, проявить себя, не подвести Самарскую губернию. Но и наша основная задача – это отобраться в галоконцерт. Он будет представлять лучшие коллективы субъектов, которые приедут на финал. Перед поездкой в Москву в Самаре прошел региональный этап гимнастрады. Его посетили Ольга Цыганкова и Ирина Винарусманова, которые отметили высокий уровень выступлений самарских коллективов. В соревнованиях приняли участие все муниципальные районы губернии. Я хочу пожелать удачи сборной команды региона. Очень надеюсь, что мы их встретим на следующей неделе с медалями. По поводу сборной России не стала бы загадывать, но очень хочу, чтобы когда-нибудь наши спортсмены сборной команды Российской Федерации представляли нашу страну на международном этапе. С 18 по 19 июня участники выступят в Дворце спорта Ирина Винарусмановой. Финалисты примут участие в галоконцерте 20 числа. Ольга Павловна, Никита Колосов, Максим Гусев. События. Авантюрист, спортсмен и победитель по жизни четверть века Олег Пустовой занимается ремонтом машин. И лишь единицы из его окружения и сотен клиентов знают о маленьком увлечении, как сам Олег называет свои победы в спортивных чемпионатах на российском, европейском и международном уровнях. В его арсенале сотни медалей, большая часть из которых за первые места. С чемпионом встретилась Мария Левина и готова рассказать, с чего начинается успех. Самое ценное – это по легкой атлетике Сидней. Это там, где завоевал на всемирных ветеранских играх на 400 метров второе место. Сегодня эта серебряная медаль, завоеванная в международных соревнованиях. Начало нулевых – одна из сотни в коллекции чемпиона России, Европы и мира по легкой атлетике Олега Пустового. Но самое близкое сердцу, потому что первое. Впрочем, серебра спортсмену оказалось мало. Через пару лет после первой награды Олег вернулся в Австралию, но уже за золотом. В 2008-2009 год было серебро, а в 2013 год было золото. В спорте, признается Олег Пустовой, он по любви. Путь начался внезапно и сложился извилиста. В 10-м классе участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, где показал рекордный результат. После чего попал в сборную, но больших успехов достичь не успел. Забрали в армию. После чего в 90-е Олег посвятил все свое время работе и было не до спорта, тем более профессионального. Вот уже четверть века он занимается автомобилями. Из сотен клиентов лишь единицы знают об амбициозном увлечении мастера – побеждать. Это хобби, именно так Олег относится к своим победам, возродилось в нулевых после очередной встречи с тренером. Награды спортсмен начал брать уже будучи ветераном спорта. Везде надо душу, не будет души. То есть, по мне, если взять работу, то если ты не вкладываешь душу в свою работу, то не будет качества. Не будешь дорабатывать, значит не будет результата. То есть, душа должна. И я такой просто по характеру, что если оно не получается, или оно не идет, или там что-то, я не буду этим заниматься. Мне неинтересно. Мне сам важен сам процесс. Вот именно адреналин. Случайными победы Олега Пустового не назовешь. Сейчас он тренируется шесть раз в неделю. После того, как на европейских и международных соревнованиях запретили участвовать спортсменам с флагом России, Олег начал поиск альтернативного вида спорта. Выступать под безымянным флагом спортсмен не захотел. Выбор пал на греблю. Коллектив нравится. То, что мы в коллективе, в легкой все равно, ты как бы индивидуально занимаешься. А здесь коллектив у каждого свой характер. У кого-то плюсы, у кого-то минусы. Все в совокупе должно играть только на достижение одной цели. И все. Если ты отдаешь себя полностью, то тогда это интересно. Бывает такой момент, что на работе наработаешься уже, ты полностью выкачанный. Чисто машинально. переодеваешься, едешь, про себя в какой-то степени думаешь, господи, уже как чего. Пришел, переоделся на тренировке, начал какую-то работу делать, ее сделал. И уже потом, по окончании, когда едешь домой, думаешь, я ведь еле-елеся это. И вот это уже так вот идет. Гребли, отмечает Олег Пустовой, командный спорт. Успех здесь зависит от сплоченности тех, кто в лодке. Поэтому работа идет не столько физическая, сколько психологическая. Важно замотивировать всех участников, чтобы вместе прийти к победе. А для этого важны регулярные тренировки и уверенность в своих силах. На своем примере Олег Пустовой показывает, что ни возраст, ни занятость, никакие другие причины не смогут остановить человека, если он чем-то действительно загорится. Победы в чемпионатах начинаются именно здесь, на стадионах, в спортивных залах и просто детских площадках, во дворах. Там, где начинается душевный подъем, непоколебимая вера, успех и самые первые, вместе с тем, самые долгожданные награды. Мария Левина, Константин Головин. События. Ушел из жизни Александр Аверьянов. Он возглавлял крылья советов с 1994 по 1998 год. Именно при Аверьянове крылья в матче Солании собрали на трибунах Металлурга 44 тысячи зрителей. Его подопечные Динар Шарипов, Василий Мазур, Александр Цыганков, Александр Орешников, Андрей Рязанцев, Сергей Шишкин и Сергей Булатов до сих пор работают в структуре крыльев. Александру Николаевичу было 72 года. Телеканал «Самарагис» выражает свои соболезнования родным и близким Александра Аверьянова. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова